Уважаемые коллеги, рады снова приветствовать вас на Российском национальном критологическом конгрессе. И одна из основных тем критологического конгресса касается диагностики и лечения пациентов с нарушениями ритма сердца и риском внезапной смерти. В 2020 и 2021 года знаменовались выходом целой серии официальных документов профессиональных международных сообществ по лечению фибрилляции претердий, конкретно новые рекомендации Европейского критологического общества и новые рекомендации, утвержденные Министерством здравоохранения Российской Федерации по введению пациентов с фибрилляцией претердий. А также в 2021 году Европейское критологическое общество анонсировало и выпустило новые рекомендации по кардиостимуляции и прибраде аритмиях и для лечения хронической сердечной недостаточности. Сегодня гости в студии профессор Шубик Юрий Викторович, заведующий отделом аритмологии профессор Санкт-Петербургского государственного университета. И доктор Калимберг Андрей Анатольевич, научный сотрудник НМИЦ, терапии и профилактической медицины. Юрий Викторович, я бы хотел обратиться к вам с вопросом о том, что нового представили нам европейские рекомендации по лечению пациентов с фибрилляцией претердий. И есть ли какие-то отличия этих рекомендаций с российским национальным документом? Спасибо, Евгений Николаевич. Начать, наверное, с того, что я шли в рабочую группу по подготовке рекомендаций по фибрилляции претердий. Но надо сразу сказать, что основную работу, естественно, выполняла председатель рабочей группы Елена Залепна-Голухова и ее сотрудники. Очень непросто рождались эти рекомендации, как и все другие по нарушениям ритма, во всяком случае, в которых я участвовал. Эта работа длилась на около двух лет. И так получилось, что они писались, естественно, на основе рекомендаций европейских 2016 года. Мы же члены Европейской ассоциации кардиологов. Так вот, в 2020 году появились новые рекомендации европейские по фибрилляции претердий. А в 2021 году случилось страшное и появился апдейт практических рекомендаций по применению прямых пероральных антикоагулянтов. И по вполне понятным причинам наши рекомендации слегка отстали. Я, может быть, просто в двух словах скажу. Важно для меня, как для практикующего кардиолога, в моментах отличия наших рекомендаций, которые утверждены Минздравом, и между этими новыми рекомендациями. Но самое главное, наверное, такой ключевой момент, очень неприятный, касается диагностики фибрилляции претердий. В соответствии с нашими рекомендациями мы имеем право диагностировать фибрилляцию претердий, когда и если мы регистрируем ее в течение более 30 секунд. Неважно, каким способом мы регистрируем эту фибрилляцию претердий. Эта глупость рекомендаций 2016 года европейских, она в рекомендациях 2020 года устранена. В соответствии с новыми рекомендациями, это либо 30 секунд одноканальной записи, либо полноценная 12-канальная запись, и тогда время регистрации не имеет значения. Это очень важно, потому что на основании документа мы имеем право назначать антикоагулянты. Из интересных вещей, еще одна, наверное, вот какая. Когда и если мы восстанавливаем синусовый ритм у пациентов с пароксизмальной фибрилляцией претердий продолжительностью до 48 часов, мы обязаны в соответствии с нашими российскими рекомендациями вводить низкомолекулярный или нефракционированный гепарин и далее уже использовать какой-то антиритмический препарат. В соответствии с рекомендациями 2020 года оговаривается возможность использования прямых пероральных антикоагулянтов для таких пароксизмов вот при такой непродолжительной фибрилляции претердий. А в рекомендациях практически 21 года по применению пероральных антикоагулянтов и вовсе эта большая группа пациентов с пароксизмальной фибрилляцией претердий не дольше 48 часов разделяется на две подгруппы с высоким и низким риском тромбоэмболии. И если риск низкий, мы имеем право дать пациенту таблетки, ну, например, апексабана или реверексабана и восстанавливать синусовый ритм через 2-4 часа. А вот если риск тромбоэмболии высокий, мы обязаны к этим больным относиться так же, как если бы у них фибрилляция претердия продолжалась более 48 часов. Важный момент. Еще один, ничего нового практически в контроле ритма консервативном и контроле частоты сердечных сокращений, а вот эта территория Евгения Николаевича. Мне страшно понравилась рекомендациях 2020 года. Вот какая вещь. Мы направляем больного на интернационное лечение, а потом оцениваем результат этого лечения. Вот если положительная динамика есть, но пароксизма сохраняется, мы можем направить его повторно. А если в клинической картине ничего не меняется, мы оставляем его в покое. Вот для меня, как для доктора, это очень важно. В наших рекомендациях пока, во всяком случае, еще это не обсуждалось. Еще один важный момент. Это отношение к пациентам, которые получают антикоагулянты и переносят ашемический инсульт. В наших рекомендациях все соответствует гайду 2016 года. Там используется правило Диннер, которое всем хорошо известно, правило Троек. В рекомендациях 2020 года европейских случается страшное. Нас лишают вообще какого-либо критерия по срокам назначения возвращения антикоагулянтов. Нам советуют воспользоваться решением мультидисциплинарной команды. И в течение двух недель, в любые сроки, мы возвращаем пациенту на основании неизвестно чего обратно антикоагулянтную терапию. Ну и последний момент, на котором не имею возможности подробно останавливаться, это двойная и тройная терапия у пациентов, которые переносят через кожное вмешательство. Наши рекомендации национальные допускают у больных с высоким риском кровотечения использовать двойную терапию. Рекомендации европейские и практические рекомендации этого не допускают. Там хотя бы неделя тройной терапии, во всяком случае, на то время, когда пациент находится в стационаре. Вот, пожалуй, основные моменты. Спасибо, Юрий Викторович. Андрей Анатольевич, завтра планируется проведение уже ставшего традиционным российско-турецкого симпозиума на Российском национальном конгрессе кардиологов. Каждый год турецкая делегация приезжает довольно большим составом, и они рассказывают о инновациях в кардиологии. Но в этом году симпозиум посвящен также новым рекомендациям Европейского кардиологического общества. Андрей Анатольевич, скажите, пожалуйста, что касается рекомендаций по кардиостимуляции? Что нового там, что принципиально важного? Я бы хотел сказать, что для начала, что есть некий тренд, что меня очень радует. Как на самом деле и в северноамериканском сообществе, и в европейском сообществе, врачей подталкивают к тому, чтобы они руководствовались все-таки первичным заболеванием и старались понять суть болезни пациента. Очень важно отметить, что мы все дальше отходим от каких-то цифровых показателей, пауз, длительности, частоты ритма. Мы все больше уходим вглубь самого заболевания, патофизиологии этого заболевания и принимаем клиническое решение, уже понимая патофизиологию конкретного пациента, что с ним происходит не так. И европейские рекомендации, которым не исполнилось года, которые вышли совсем недавно, очень подробно прописывают, каким образом пациент должен быть обследован, каким образом мы должны понять причину его заболевания. Я бы хотел отметить следующий момент, очень важный для меня, и который мне, на мой взгляд, казался очень сложно исполнимым в нашей стране. Все больше отводится роль СААС. Поиск СААС получил первый класс показаний. И лично для меня в этих рекомендациях это стало не то чтобы обидным в плане за нашу страну, потому что я в принципе понимаю, что такое количество специалистов, способных распознать и лечить синдром обструктивного апноэ сна во сне, пациента, в нашей стране просто нет. Нет аппаратуры, нет диагностического оборудования. И учитывая, какое количество клинических случаев акватывают рекомендации, какое количество пациентов мы должны лечить, я понимаю, что, конечно, лишь единицы получат необходимую диагностику и помощь СААС. А это очень важно на самом деле, потому что это может и в целом дать возможность избежать пациенту постоянной кардиостимуляции, но и снизить общие сердечно-сосудистые риски, потому что это заболевание влияет много на что. Это очень важный момент, который мне хотелось бы, наверное, на нем акцентироваться, что мы должны в целом еще обратить внимание молодых специалистов к этой проблеме, потому что, может быть, многие из них решили выбрать путь в этом направлении и помочь в будущем компенсировать у них ватку специалистов, которые есть. Другой момент в европейских рекомендациях, который также касается очень важного аспекта, это большой раздел, касающийся обеспечению безопасности процедуры. Очень много написано о том, как выполнять кардиостимуляцию, какими доступами, как избежать осложнений. Более того, есть видеоиллюстративный материал на сайте. Я всем специалистам, кто занимается этой проблемой, обращаю ваше внимание, что нужно действительно посмотреть, где очень подробно расписано, какие простые, но очень понятные технологии мы можем использовать для того, чтобы снизить риск осложнений как интероперационных, так и послеоперационных. Третий, наверное, очень важный момент в европейских рекомендациях касается физиологической стимуляции и использованию альтернативных способов ресинхронизирующей терапии. Очень важно, что мы видим, как это направление широко развивается и в будущем у нас появляется альтернативная технология ресинхронизирующей терапии. Ресинхронизирующая терапия – это, можно сказать, последняя защита пациента от трансплантации. То есть это последний шаг, который можно сделать для того, чтобы защитить человека и избежать трансплантации сердца. Появление дополнительного метода лечения в этом направлении действительно нас очень радует и мы хотим, чтобы это направление развивалось и очень ждем будущих исследований, потому что, к сожалению, очень мало проведено трайлов для того, чтобы оценить длительную безопасность. Короткие исследования показывают уже очень обнадеживающие результаты, но долгосрочная перспектива этого метода пока что еще достаточно очень туманна. Очень интересное внесение в гайдлайн было, может быть, это не столь заметно было, но тем не менее, что половая принадлежность имеет отношение к диагностике и лечению пациента. То есть если мы, к примеру, лечим женщину и планируем ей ресинхронизирующую терапию или мужчину, мы можем ожидать большего эффекта у женщин, нежели у мужчин. Это тоже достаточно интересное внесение, которое было сделано в последней рекомендации. Но в целом я хотел бы отметить еще такой момент, очень важный для российских специалистов. Юрий Викторович правильно сказал, что мы, в принципе, во многом копируем то, что сделано за рубежом, то, что прописано в европейских рекомендациях. Но очень часто получаются проблемы в виде переводов, в виде, может быть, не совсем точных трактовок. Я бы хотел обратить внимание специалистов на то, чтобы полноценно, наверное, понимать хотя бы одни рекомендации. Все-таки идеально прочитать все сообщества и посмотреть, что откуда было взято и как трактовано. Потому что иногда даже, к сожалению, в наших собственных рекомендациях, которые по кардиостимуляции были выпущены, есть не совсем четкие позиции, не совсем четкий перевод. И если бы я читал этот документ, не имея каких-то знаний заранее, я бы, к примеру, допускаю, что мог бы совершить ошибку в принятии какого-то клинического решения и выбора тактики лечения пациента. Поэтому обращаю ваше внимание, что все документы важны, неважно, европейский он, российский или североамериканский. Желательно, конечно, углубляться во все три. И так вы лучше поймете каждый из них в отдельности. Спасибо, Андрей Анатольевич. Я чуть-чуть уведу сейчас вас от темы клинических рекомендаций. Вы упомянули о подготовке молодых специалистов в области электрофизиологии, в том числе кардиостимуляции. Андрей Анатольевич является амбассадором, то есть послом коллегии молодых электрофизиологов Европейской ассоциации ритма сердца и представляет эту организацию в Российской Федерации. Андрей Анатольевич, в связи с этим вопрос следующий. Какие есть возможности у молодых специалистов через данную структуру для интеграции в международное сообщество и участия, может быть, в конференциях? Спасибо, Евгений Николаевич. Очень правильно, мне кажется, очень сакцентировать на этом. Я бы хотел сказать, что организация «Эра» сама по себе разделена на сообщество молодых и, скажем, опытных экспертов. И очень правильное было решение для того, чтобы дать больше возможностей молодым специалистам интегрироваться в общем мировое сообщество специалистов в области электрофизиологии и стимуляции. Это сообщество и участие в этой программе позволяет вам получать новые знания, что называется, совсем свежие и горячие знания, которые в том числе имеют как научную, так и практическую значимость. Это огромное количество вебинаров, рекомендаций, тестирований, где вы можете проверить свои знания. Это огромные возможности в получении грантов на научные и так называемые образовательные поездки, научные исследования и образовательные поездки. Можно получить какое-то практическое обучение, приехать в клинику, которая участвует в этой программе за рубежом. И, кстати, в нашей стране есть такие клиники, надо учесть, что действительно «Эра» поддерживает и несколько клиник в России, также участвуют в этой программе, куда можно приехать на тренинги. Это очень важно, потому что вы можете поговорить со специалистами, которые уже давно занимаются электрофизиологией и кардиостимуляцией, которые являются ведущими экспертами в мире в этом направлении. И на расстоянии руки, что называется, прикоснуться, поговорить, получить знания, получить опыт. Это действительно бесценно. Важно еще отметить, что сама по себе организация «Эра» очень открыта. И иногда у кого-то нет возможности поехать за рубеж, сейчас ковидные ограничения, и есть некоторые сложности с пересечением границы. В «Эра» существует такая возможность, как пообщаться с экспертом, получить его критическую оценку. И такие заявки «Эра» принимает, их можно отправлять, собственно, как мне. Мои контакты, я думаю, несложно найти, в принципе, и во ВНО, и в социальных сетях. И поэтому я призываю всех молодых специалистов, которые хотят углубляться в это направление, получать новые знания, опыт, совершенствоваться, пользоваться этой программой. И это действительно большое дело, и мы очень счастливы, что «Эра» так позитивно откликается на наш запрос, на участие в жизни мирового сообщества в кардиологии и электрофизиологии в целом. Электрофизиологии и кардиологии в целом. Поэтому еще раз призываю всех молодых специалистов зарегистрироваться и увидеть списком те возможности, там все это широко представлено, которые они могут использовать в своей профессиональной будущей карьере. Андрей Анатольевич, а молодые специалисты – это какие? Да, очень важно отметить, да, потому что слово «молодой» до 41 года. До 41 года – это общепринятое сейчас такое разделение. То есть вы знаете, что в зарубежных странах образование более длительное, медицинское, поэтому отсечка стоит моложе 41 года. Если вы начинающий специалист, опытный специалист, но вы моложе этого возраста, вы можете вступить в общество «Эра Ян» и получить все эти преимущества, которые это общество предлагает. Спасибо, Андрей Анатольевич. Юрий Викторович, я бы хотел вернуть тему насущную по рекомендациям введения пациентов с вивиляцией предсердий. Мы привыкли, что международные профессиональные общества нам всегда говорят о том, что рекомендации – это документ, обязательный к прочтению, но не обязательный к исполнению в каждом конкретном случае, потому что пациент всегда индивидуален. Скажите, пожалуйста, насколько в России мы обязаны соблюдать то, что написано в рекомендациях, утвержденных Министерством здравоохранения, и какое значение имеет раздел в российских рекомендациях, который называется «Критерий оценки качества оказания медицинской помощи»? Спасибо за вопрос, Евгений Николаевич. Могу выразить соболезнования нам всем, потому что с 1 января 2022 года эти рекомендации по фибрилляции предсердий обязательны к исполнению. Еще раз могу подчеркнуть, это рекомендации Минздрава России. Там действительно есть раздел, который называется «Критерия оценки качества медицинской помощи». В этих рекомендациях пунктов 12, по-моему, абсолютно обязательно к исполнению. Не имеем права не выполнить. Это имеет значение, в первую очередь, тогда, когда к вам приходит представитель страховой компании, потому что это ваши деньги. И это имеет еще большее значение тогда, когда к вам приходит представитель Следственного комитета Российской Федерации или прокуратуры по какой-либо жалобе, потому что это вплоть до уголовной ответственности. Уже вы простите, но это в самом деле так. Еще раз, мы всегда говорили о том, что рекомендации рекомендуют. И рекомендации европейские, они, может быть, в большой степени способствуют образованию. Там есть много вещей, которые просто надо знать, это интересно, важно, для того, чтобы понимать, как лечить наших пациентов. Рекомендации наши российские впервые носят другой характер, директивные. Их надо исполнять. Я не могу сказать, что мне это очень нравится, честно. Но это очень важное различие. Но вот, например, именно поэтому, скажем, вы не встретите в наших российских рекомендациях ни одного названия, скажем, препарата, не зарегистрированного в Российской Федерации. Это правильно? С моей точки зрения, нет. Потому что, ну вот, уже во всяком случае, в комментариях показать, как в той или иной клинической ситуации, какими препаратами лечат пациентов в странах Европы, никому от этого хуже бы не стало точно совершенно. Точно так же вы в наших рекомендациях не найдете ни единого торгового названия. Это правильно? Конечно правильно, в принципе, да. Но любое самое позитивное начинание можно довести до абсурда. Попробуйте воспроизвести, скажем, название препарата, хорошо всем известного, этоцизин. Там 46 букв, в общем, и понятно, что это категорически невозможно запомнить. Нам с вами придется все это писать в рецепте, да. Этот сцзин не рекорд. Попробуйте, посмотрите, у нас же, если мы говорим о российских препаратах, там нет международного непатентованного названия, там есть химическая формула. Химическая формула рефролона. Там не 46 букв, там их гораздо больше, а плюс к этому еще цифры, круглые квадратные скобки. То есть все радости жизни. И все это нам с вами придется изображать в рецепте. Правильно? Ну, слушайте, по-моему, никакую идею, даже самую здравую, не надо доводить до абсурда. Тем не менее, я вас призываю соблюдать букву закона. Еще раз, это рекомендация обязательная к исполнению, никуда не денешься. Спасибо, Илья Викторович. Но все-таки хочется закончить наш сегодняшний эфир на положительной ноте. Уважаемые коллеги, продолжается Российский национальный кардиологический конгресс. Сегодня второй день, завтра третий. Впереди очень много интересного. Подключайтесь, смотрите, задавайте вопросы. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова